Каждый месяц чебоксарские врачи будут читать горожанам бесплатные лекции о том, как сохранить здоровье. В минувшую субботу стартовал новый проект Минздрава Республики – Общественный университет здоровья. Первый курс лекции решено было посвятить репродуктивной системе нашего организма. Как избежать болезней, как родить здорового ребенка и что врачи сейчас предлагают бесплодным парам. В числе слушателей университета здоровья оказалась и наш корреспондент Татьяна Иванова. Врачи открыто заявляют – в Чувашии наметился спад рождаемости. В репродуктивный возраст, когда надо становиться мамами и папами, вошли дети 90-х. А их, по сравнению с теми, кто родился в 80-х, совсем немного. Тогда в стране образовалась так называемая демографическая яма. И если нынешнее поколение молодых не будет всерьез относиться к родительской миссии, кризис может повториться. Почему-то все думают, что все умеют учить и лечить. Ничего подобного. Значит, самое главное в настоящее время – это профилактическая работа. И вот направленность этого университета – предупредить возможные ошибки и осложнения именно в репродуктивном возрасте, чтобы мальчики и девочки становились мамами и папами с учетом безопасности. Существует правило, диктуемое природой – женщина должна рожать. И для сохранения репродуктивного здоровья не меньше пятерых. Только в этом случае можно избежать возрастных гормональных сбоев и таких распространенных заболеваний, как миома и эндометриоз. Надеемся, что знания, которые сегодня получат обычные женщины, помогут им справиться с какими-то существующими проблемами и избежать проблем в будущем. Проблемы репродуктивного здоровья встречаются и у мужчин. В зрелом возрасте у 40% врачи обнаруживают простатит, который тоже может стать причиной бесплодия. Сейчас мы говорим не только о простатите мужского бесплодия или об эректильной дисфункции, а о новых болезнях, которые поднялись сейчас. Это гипертоническая болезнь, это метаболический синдром, это хронические стрессовые ситуации, которые загоняют людей в депрессию, которые вместе ведут к таким заболеваниям, о котором мы с вами говорили. Но и диагноз бесплодия сегодня уже не приговор. В Чувашии давно и успешно проводится технология экстракорпорального оплодотворения. У нас в регионе живут уже полторы тысячи человек, зачатых в пробирке. Процедура все шире и шире применяется, показания все больше множатся, так как это является самой эффективной процедурой лечения бесплодия, поэтому мы ее применяем все больше и больше. На данный момент в Чувашии, если мы раньше делали три года подряд по 625 бесплатных квот, в этом году нам выделили 1231 квоту, поэтому мы приглашаем всех жителей, кто столкнулся с этой проблемой, обещаться в президентский перинатальный центр. Квот хватит на всех, всем поможем. Следующее занятие Университета здоровья состоится 8 апреля в Национальной библиотеке. Тема лекций – здоровое питание. Врачи сами будут готовить блюда и обещают провести их дегустацию. Татьяна Иванова, Константин Козлов, Вести Чебоксары.